Сохранение настроек и рассылка приглашения. То есть, смотрите, вот логику, да, мы сейчас все, что делали, мы все делали в настройках мероприятия, то есть мы оттуда не уходили, мы добавляли гостей, мы назначали им права, писали названия и так далее, так далее. Мы все находились вот внутри. Как только вы добавили гостей, необходимо, конечно же, сохранить это мероприятие, потому что если вы не сохраните, гости здесь не останутся, да, то есть они исчезнут, будут в том же виде, как у вас было до этого. Поэтому не забывайте нажимать на кнопку «Сохранить». А теперь смотрите, фокус. До того момента, как вы добавили гостей, когда вы сохраняли, вы сразу попадали на основную страницу календаря. Но как только вы добавили гостей, при нажатии на кнопку «Сохранить» у вас всплывает окно с предложением «Отправить приглашение». Этого сообщения не будет, пока у вас не будет там хотя бы одного гостя. И теперь смотрите, каждый раз, когда вы будете что-то делать, менять в мероприятии, будете нажимать на кнопку «Сохранить», будет всплывать такое вот окошко с предложением «Отправить приглашение новым гостям». Это в случае, если вы добавили новых гостей. Если вы что-то изменили в мероприятии, в описании, в заголовке, во времени и так далее, и опять нажимаете «Сохранить», то будет всплывать оповещение, как бы такое окошко с предложением «Отправить изменения гостям». То есть вы внесли изменения и отправляем оповещение об изменении мероприятия. Нажимаем, конечно же, «Отправить», почему бы и нет. И теперь смотрим, какое письмо гостю приходит при этом. Приходит, естественно, в Gmail, да, адрес Gmail. Вот я захожу на свой адрес и вижу письмо приглашения на урок такой-то. И, значит, здесь все написано красиво, что это 5 понедельник, такое-то название, повестка дня. Тут так интересно, да, внизу дальше идет список. Кстати, обратите внимание, я использовала HTML, да, в описании. Теперь посмотрите, ниже у меня список отмечен точками, да, маркированный список. А слово «Вход свободный», фраза, выделено жирным. То есть это вот результат HTML, согласитесь, как интереснее смотрится. Дальше, посмотрите, дальше, когда ваш гость получает данное оповещение, у него стоит выбор, принять участие, возможно, или нет. Ну, вы наверняка такие получали сообщения, особенно сейчас с Hangout это используется. Так вот, нажимаем «Да», поскольку мы хотим участвовать в данном мероприятии. И после этого в календаре, вот тоже интересно, я не стала это описать, но скажу так словами, да, что после того, как ваш гость нажимает на «Да», в его календаре, в его календаре на данное число, на данное время появляется мероприятие с теми настройками оповещения, которые вы создали. Но также гость может зайти в мероприятие, просто кликнуть по ссылке «Перейти в сервис Google календарь». Да, вот наверху под названием мероприятия есть ссылочка. То есть он переходит, открывается его календарь, естественно, да, его календарь, и, соответственно, там будет сообщение о том, что какого-то числа у вас только-то будет проходить событие. Итак, идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!